всем доброе утро я начинаю новое видео мы прошли просто через какую-то адовую ночь я не знаю как нибудь расскажу когда у меня будут силы сейчас у меня этих сил нет мы всю ночь не спали и мы летим сегодня в африку посмотрим что сегодня будет какой сегодня будет вообще день да мы чуть с ума не сошли короче сегодня ладно расскажу вкратце в чем суть была в общем компания нам покупала билеты это было где-то два-три дня назад я заказывала эти билеты давала заявку нам на билеты до йоханнесбурга из астаны до йоханнесбурга и в итоге все нормально нам сделали билеты короче все отправили мы довольны и собираемся такие вот нам уже завтра получается вылетать ты сегодня да вот нам завтра вылетать вчера ночью я сижу такая думаю проверю-ка я билеты захожу на сайт авиалинии турецких ввожу эти билеты мне какая-то ошибка короче выдает тебя нет таких билетов нет информации нет нет информации я такая думаю чё за фигня и где-то уже совсем глубокой ночи уже под утро считаю получается я звоню на горячую линию турецких авиалиний и они мне говорят что статус ваших билетов возвращены то есть на них оформили возврат билетов вас нет короче я вообще в шоке я разбудила в это время райана сказала ему что наши билеты возвращены что мы никуда не летим он просто злой все кидает короче психует в итоге я попыталась дозвониться до стучаться до девушки которая нам это все заказывала она в непонятках типа что какого черта утром вот сегодня да уже нам вылетать сегодня вечером получается вот она звонит ой она пишет что все проверила билеты на месте все нормально короче летите и все и я не знаю что вообще это было такое и почему авиалинии дали такую информацию что наши билеты возвращены я до сих пор не знаю что происходит но в итоге мы все равно едем и посмотрим вообще есть у нас билеты или нет но это конечно вообще аховая ситуация разве такое может быть что авиакомпании извиняюсь что авиакомпании говорит что билеты билетов нет а билеты есть и почему статус возврата я не понимаю вот этого прикола сегодня короче узнаем я уже вообще ничего не ожидаю мы уже пережили все гнев отчаяние принятие все вот эти этапы прошли за эту ночь всю ночь как я сказала мы тупо не спали переживали вообще за все это потому что мы так не планировали что такое будет вот все сумки собраны у нас уже все сейчас мы будем скоро уже выезжать в астану из степногорска это где-то три часа занимает вот ну конечно это было жесть в общем вот что произошло все мы в стамбуле на пересадке у нас ожидание нашего рейса три часа мы сели перекусить уже ночь я не знаю мы наверно в самолете уже ничего не будем есть потому что как раз течение ночи мы будем лететь и мы взяли кока-колу райн заказал чизбургер а я заказала узбекские манты мне так интересно что принесут и просто интересно что принесут я понимаю что это не будет похоже на наши манты но просто ну жутко интересно что как это выглядит здесь насчет колы я хотела еще сказать что до знакомства с районом я вообще поле было равнодушно не было пофиг на нее я получается вообще особо и не пила но потом я стала ее пить потому что они там в южной африке пьют эту колу просто как воду короче и я тоже привыкла и стала ее пить это его бургер но это скучно посмотрите на мои манты обратите внимание сколько здесь сметаны в общем это были пельмени это были самые настоящие пельмени но тесто было прям альтенто прям жесткая была и толстая но было вкусно и кстати это было не сметана а густой такой жирненький а очень вкусно мы прогуливаемся по аэропорту смотрим что тут кого поели решили немного растрястись чуток блин как же я хочу вот эту подушку которая на шею кстати в аэр астана нам это авиалиния очень понравилась и там эти подушки дают надувные и мне вот попалась очень хорошая она не сдувалась весь полет так что вообще молодцы они и растрана классная авиалиния мы хотим мороженое но сперва немножко прогуляться что только нету здесь в этом дьюти-фри единственное здесь не бесплатный вай-фай вот и за него надо платить мы решили что мы обойдемся у нас всего три часа как бы layover и мы решили сраку это все набрели тут на такой магазин лего и мне так понравилась вот эта идея пластиковых цветочков из лего очень красивые букеты дерево бонзай вот тоже есть и вот такой еще есть но там суккуленты такие вот которые горшочек блин прикольная идея еще всякие тематические есть свиньи пухом например прикольно да друзья вот прикольно но цены конечно да вот например бонзай дерево 50 евро стоит такой набор вот этот не знаю тут цены нету ну наверное евро 70 будет стоить не дешево однако не дешево пойдем пойдем все вот мы и приземлились так куда ранее побежал бежим на паспортный контроль все и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что хотела рассказать, здесь прямо в аэропорту есть очень много всяких сервисов по прокату машин. То есть можно здесь же прямо в аэропорту, приземлившись, взять на прокат машину. Это очень удобно здесь. Я раньше вообще задавалась вопросом, а как? Ну вот сюда какие-то туристы приезжают, да, если машины нет, то как добираться, да? Ты же не знаешь, куда идти, где автобусы есть, где какие. И здесь вообще с этим сложно с транспортом, на самом деле, с общественным. Поэтому вот вам такой лайфхак. Оказывается, есть тут очень много разных сервисов. Вот это вот вся получается, вот весь этот ряд, это все прокат машин. И мы сейчас здесь тоже, кстати, берем в прокат машину. Насчет цен я потом у Райана спрошу, сколько там и чего, и скажу. Также у них есть станции в разных городах. Маленьких там, больших городах. Вы можете узнать заранее, есть ли в вашем городке, куда вы собираетесь, станция, где можно потом будет, если что, сдать эту машину, если вам надо будет ее сдать. Вот такая вот история. Только что он сказал, что за один день аренда примерно составляет 600 ранд. В долларах это где-то 40-45 долларов в день получается. А так тут есть шаттлы, тут есть такси. Если тебя надо подбросить, там, смотря куда тебя надо подбросить. Если до центра, то на шаттлах. Если там такси, то до дома где-нибудь в Йоханнесбурге. Все, Вадьюсей, что скажешь? Да, мы очень устали. Я решила показать, как мы выглядим после 26-часового перелета с одной пересадкой. И 3 часа из них, это были часы ожидания, короче, нашего следующего, получается, рейса. В Стамбуле мы пересаживались. В принципе, полет прошел нормально. И, конечно, 3 часа это не так уж плохо, потому что бывает, что мы ждем следующего рейса 20 часов. А это вообще просто какое-то сумасшествие. Это безумие, короче. Сейчас мы стоим в очереди, заберем машину, которую сейчас мы арендуем. И поедем дальше точно куда, я не знаю пока, потому что мы собирались к другу Райана поехать. А потом друг Райан куда-то собрался и теперь зовет нас с ним. И мы, возможно, поедем туда. Короче, черт его знает, куда мы вообще поедем. Райан, что ты говоришь? Какие красоты ты такая, как красотка Она бедолага не поймет, что происходит Я не знаю, что это механика, а не знаю Я не знаю, что это механика